какие у тебя были приоритеты при выборе этой организации изначально мы все пришли в этот спорт и в единоборство не из-за денег конечно это вопрос ну так как мы уже выросли да все уже не дети там у всех семья это вопрос не не стоит на последнем месте но для меня лично это это быстро растущий промоушен набирающий обороты самое главное очень конкурентные веса то есть люди с именами люди известны люди сильные то есть яхали я всегда хотел драться именно с такими в себе их предостаточно а второй вопрос софт и вот всегда очень позитивный человек очень интересно всегда очень веселый вот кажется что тебе вот не хватает часто одного поединка чтобы пообщаться нормально с человеком это был табера был фалькао был имеем шлеменко как думаешь дураевым у вас получится все разобрать за один бой ну будем надеяться что все получится я в принципе 100 что так получалось да я не сторонник там каких-то реванши просто так так случалось в общем то наоборот драться с одними тем же два раза я думаю это не лучший на самом деле вариант ну конечно свой проиграл то в принципе это неплохо а если ты бой выиграл то то зачем в тот раз возвращаться к этому плюс столько много бойцов и каждый день они появляются новые топ топы там да и российские и мировые наоборот хочется пока карьера продолжается на вот хочется со всеми подраться желательно всех побить поэтому драться по два раза и какой-то там и тем более там по 3 по 10 это не не самый лучший вариант поэтому будем надеяться что 15 апреля все-таки у нас решится все смотрю не только твои профессиональные бои ну и любительски слежу за карьерой но честно говоря сложилось такое впечатление что тебя уже все просчитают что что-то не нет у тебя нового в технике и всем уже достаточно явно что надо делать выходя с тобой на бой скажи вот работаешь ты в каком-то направлении то есть поиск новых тренеров там новых фишек кто этим занимается у тебя в команде ну вот начнем сначала то есть если ты говоришь о любительской карьере то вас меня все конечно очень хорошо знают потому что я уже восемь раз выступал на чемпионатах россии шесть раз их выиграл но пока никому не удается да что-то придумать то есть все знают все хотят но ничего не получается это тоже так скажем не надо сбрасывать со счетов по если эта техника приносит успех и тактика и моя манера то есть нельзя говорить что на ее нужно обязательно резко менять а что касается подготовки и каких-то видов преобразований вот сейчас только что и приехал сюда прямо из санкт-петербурга был там три недели работал очень мощно опять же с нашими российскими звездными бойцами миша махнаткиным денисом гольцовым также работал окрасок и в узкой специальности работал с тайским аксером бибулатом исаевым чемпиона мира то есть опять же сразу включает ноги много работал по грэплингу чемпионами мира по бразильскому джиу-джитсу то есть как раз таки я твой вопрос так скажем при наверно немножко опередил да я уже начал этим заниматься то есть уже вот последние три недели были краски потрачено на изучение новых техник работы с новыми людьми и преобразование своей техники конечно же улучшение старого багажа но и опять же так скажем бетонирование белых пятен каких-то которые есть и все-таки расширяем пытаемся там где-то ноги включать где-то там колени где-то вот возможно в партнере более разнообразную работу проводить все это делаем все это делаем а еще такой момент ты уже давно в спорте не один раз видно ломал ухо как получилось так что в этот раз запустил и пришлось сниматься с боя а этот раз и ухо даже не сломал вот здесь поцарапал просто покорябал попала грязь видимо из спортзале инфекция может быть какая-то и сама моя плошность все было что я не придал этому значения ничего не делал и она загноилась у меня очень сильно и воспалить лимфоузлы на шее ну и в общем врач меня в общем меня повезли в больницу в санкт-петербурге сказал что еще бы пару дней самолечение ухо бы у тебя отвалилось потому что уже хрящи загнать но на самом деле это уже было даже не то что там бой до срывается то есть это уже была опасность такая остаться без уха то есть а это мало мало хорошего слышал бы только одним ухом это плохо смотрел твое видео с максимом новоселовым где ты разбираешь всякие интересные удары скажи вот все-таки новоселов такая достаточно одиозная фигура вот насколько такие люди особенно с криминальным прошлом хороши для спорта и стоит ли вообще как-то их приводить спор делать на них акценты но с максимом я вообще знаком как скажем не из криминальной среды да а все-таки спортивно это раз ну каждый человек совершает ошибки какие-то за них он платится да вот допустим максим там так платился да грубо говоря лишением свободы на какие-то там долгие сроки но вот как раз таки в его лице я вижу положительный пример человек который выходит и он как раз таки именно исправляется да то есть там же исправительное учреждение вот он как раз таки вышел исправленным и то что он уже несет сейчас в мир там не зло там и еще что-то плохое да негатив а унесет в мир здоровый образ жизни самооборону какие-то там там силовые приколюхи да но все они добрые такие позитивные плюсом ведет дружбу да уже не с уголовниками на суки со спортсменами в том числе да со мной поэтому я думаю что это наоборот пример положительный и если таких людей отворачиваться или что он уголовник там чего спорт зачем это вот плохо а ты сам начать разговора рассказал про семью своего ребенка в какой-то вид спорта бы отдал и считаешь вообще поскольку ребенку же можно выступать до из кого спорта начать потому что ты попробовал все ну да но сначала то конечно хочется чтобы он занялся допустим плаванием вот уже он это начал делать ему еще нету двух лет но он уже пла пла плавает полигончик у его вот мы вводим ну в основном больше конечно супруга я тоже стараюсь по мере возможности это делать чтобы он был раз физически но я все-таки считаю что мальчик дам потом уже мужчина должен постоять за себя уметь поэтому мне бы хотелось создать его в борьбу конечно же чтобы он опять же чтобы это было не профессионально если он этого не захочет чтобы он учился бороться а борьба помимо каких-то техники навыков она дает очень сильная физическая составляющая очень сильные борьбы физически сильны функциональны вот а дальше уже как может быть как жена будет фигуристом да то есть тут тоже я нисколько не принижаю каких-то вот такие до профессиональных спортсменов как там фигурное катание там мужчин у них свой труд и свои риски свои там какие-то ущерб они также приносят своему организму поэтому чтобы он не выбрал главное чтобы что-то выбрал и так мысль да вячеслав в общем да это видимо